Время новостей на телеканале Первом и Тищенске в эфире информационная программа День. В ближайшее время мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. Итоги последней недели мая подвели участники оперативного совещания при главе городского округа Мытищи. Вопросы подготовки муниципальных зон отдыха к наплыву мытищенцев и гостей округа обсудили в окружной администрации. Панова Александровна, ну никаких вопросов нет, молодцы, ничего не скажут. Так же в новостей все надо делать. Вице-спикер МОСОБУЛДУМа Никита Чаплин ознакомился с ходом реализации программы по благоустройству лесопарка. Сделать, собственно говоря, все для того, чтобы человек оказался в комфортных условиях, но при этом не пострадал лесной экосистемы. А теперь об этом и многом другом более подробно. Итоги недели подвели в администрации округа. Основными темами оперативного совещания стали организация оздоровления и отдыха детей, трудоустройство подростков в период летних каникул, проведение ежегодного конкурса на соискание премии губернатора «Наша Подмосковья», а также окончание учебного года. Продолжит Анна Мусоликина. Оперативное совещание началось с торжественной ноты. Глава округа Виктор Азаров вручил начальнику управления по социальной политике Матищинской администрации Наталье Тер-Григорьян знак Московской областной думы за труды, а также поздравил с прошедшим днем рождения. В свою очередь самому руководителю муниципалитета за особые заслуги. В области экологии и охраны окружающей среды был вручен орден Вернадского. За заслуги нашего отделения, занявшего нашему округу первое место, мы считаем, что огромнейшая заслуга в этом и ваша тоже. И поэтому вот такой орден Вернадского позвольте вам вручить. Затем участники оперативного совещания перешли к повестке. Первый вопрос – организация оздоровления и отдыха детей и подростков в летний период. С 15 по 24 мая осуществлена приемка всех оздоровительных учреждений округа. Также этой теме было посвящено заседание координационного совета, прошедшее в мае. На данный момент свои двери открыли более 20 учреждений. Два загородных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием детей. Детский образовательный лагерь «Елка» на базе детского реабилитационного центра. Детский лагерь «Новая волна» на базе Ломоносовской школы «Зеленый мыс». Также приняты все 20 лагерей с дневным пребыванием, которые будут функционировать на базе общеобразовательных учреждений. Наталья Тергрегориян отметила, что школьные лагеря пользуются особой популярностью и охватывают наибольшее количество ребят. К слову, за организацию летней оздоровительной кампании в 2018 году Виктор Азаров был отмечен почетной грамотой Министерства социального развития Московской области. Не меньшее количество подростков, живущих в мытищах, предпочитают летом работать. В этом им готовы помочь в Центре занятости населения. Елена Донского отметила, что создание таких рабочих мест в период летних каникул – отличная профилактика правонарушений. Основными видами работ, которые выполняют подростки, являются благоустройство территории города, пойм берегов рек, восстановление, реставрация историко-культурных памятников, мелкие ремонтные подсобные работы, уход за зелеными насаждениями, обслуживание спортивных сооружений и культурно-массовых мероприятий. Рабочие места для юношей и девушек создали во многих муниципальных учреждениях образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта. Всего за лето заработать смогут более 800 подростков. Виктор Азаров поинтересовался, все ли желающие смогли найти работу. Оказалось, что на данный момент не хватает 30 вакансий. То есть дети сами изъявляют желание? Да, они приходят к нам, оставляют нам свои координаты, данные, мы ищем место и потом обзваниваем. Давайте, если не получается трудоустроить, обращайтесь к нам, будем заниматься. И вообще хорошо, когда подростки стремятся трудиться в летний период, а не только отдыхать. А вот чем в летний период могут заняться мытищенцы старше 18 лет, рассказал Валерий Конягин, заместитель главы администрации городского округа. Речь идет о конкурсе на премию губернатора «Наша Подмосковья». Сбор заявок начинается 3 июня. Проекты подаются в четырех номинациях – экология, волонтерство и благотворительность, творчество и духовное наследие, прорыв. За последние шесть лет проведения конкурса более 230 тысяч жителей Подмосковья премиум в нем участия. Победителями стали 11 778 человек, которые получили денежную премию в размере до полумиллиона рублей. В этом году размер призового фонда, он уже на протяжении ряда лет сохраняется прежним, составляет 180 миллионов рублей. Но количество победителей будет ограничено тысячей человеками. Поэтому премии теперь деления на первое, второе, третье место не будет. Кому этим летом точно будет не до всех перечисленных видов деятельности, так это выпускникам школ. В мытищах последние звонки прозвучали для 1361-ти классников и для 2626-ти девяти классников. На данный момент в разгаре ЕГЭ и ГИА. Основные экзамены для выпускников 11-х классов проходят на базе девяти школ. Это девять пунктов ЕГЭ, вы все их видите на слайде. В этих учреждениях установлены системы видеонаблюдения, средства подавления сотовой связи. При входе в пункт применяются металлоискатели. Усилены в этом году меры безопасности и контроль за работой интернет, шумными работами, бесперебойная работа электричества. Достаточно серьезное оцепление полиции вокруг образовательных организаций. Большинство экзаменов позади. 31 мая школьников была возможность показать свои знания по истории и химии. 3 июня выпускников ждет последний обязательный экзамен по русскому языку. Кроме того, Наталья Гречаная рассказала об итогах праздника виват знания творчества спорт, на котором ежегодно подводятся итоги учебного периода. В этот раз лучшим учеником стал воспитанник 15-го лицея Олег Шатов. Лучшими в учебе стали ученики 6-й школы. Самыми творческими были ребята из 17-й гимназии, а сильнейшими в спорте оказались воспитанники школы номер 27. Анна Мусаликина, Денис Корнев, информационная программа «День». Еженедельный строительный день на этот раз был перенесен с привычной среды на пятницу. Но формат встречи руководителей администрации остался прежним. На повестке самые актуальные вопросы, касающиеся подготовки муниципальных зон отдыха к наплыву мытищенцев и гостей округа, а также организация архитектурно-художественной подсветки социально значимых зданий. Четыре муниципальных зоны отдыха будут принимать отдыхающих в 2019 году. О готовности этих объектов рассказал в ходе строительного дня заместитель главы мытищенской администрации Валерий Конягин. Место для отдыха без возможности купания организовано в деревне Большое Ивановское. В трех зонах купание безопасно. Они расположены в поселках Трудовая Северная, Новоалександрово и в деревне Новосельцево. В двух последних наибольшее количество посетителей. Новоалександрово. Тысячу посещений в день. Все обязательные элементы благоустройства пляжных зон, кабинки, стационарные туалеты, теневые навесы, зонты, шезлонги, спасательные будки, мусорные контейнеры, зоны парковки, навигации всем обеспечены. На территории зоны отдыха в поселке Новосельцево работы на финальной стадии. Они завершатся сегодня, 31 мая. Насколько я знаю, в Новосельцево у нас там вообще-то все не очень хорошо. То, что я заезжал там буквально неделю назад, посмотрел. И до Новоалександрово еще, как говорят, как до луны далеко-далеко. И я просил все-таки зону Новосельцево подтянуть и привести в соответствие. Мы пытались включить какую-то областную московскую программу. Якобы там предусмотрены какие-то деньги на софинансирование. Область отказалась? Тогда надо брать ее на бюджет и доводить до нормального состояния. Формируйте, давайте, запрос по финансированию. Но сейчас уже поздно. Хотя никогда ничего поздно не бывает. И заходите на территорию, делайте так, как Новоалександрово. По Новоалександрово никаких вопросов нет, молодцы ничего не скажут. Так же в Новосельцево надо делать. Еще один вопрос повестки касался установки архитектурно-художественной подсветки на социально значимых зданиях. Концепцию представил Иван Клиндухов, руководитель отдела продаж ООО ДЛГ. Присутствующие ознакомились с пятью эскизами Центра культуры Подмосковья, Пироговской школы искусств, памятника летчику Василию Балмато, Храма Рождества Христова и Центра культуры и досуга Марфина. Причем вариантов эскизов было два – с классической подсветкой и с использованием проекторов. Глава округа Виктор Азаров дал указание подготовить и направить предложение по проекту. Принимаем решение в проектную документацию, деньги есть, разрабатываем. Пытаемся войти в программу. Не входим в программу, принимаем решение поэтапно реализовывать эту историю. Тогда за счет собственных средств привлеченных. Анна Мусоликина, Денис Корнев, информационная программа «День». Благоустройство Матищинского лесопарка входит в губернаторскую программу приоритетного развития зон отдыха для жителей и гостей Подмосковья. Эта территория уже стала любимым местом для прогулок горожан. Но организация комфортных условий продолжается. На выездном заседании представители МОСОБЛ леса, администрации и депутаты обсудили дальнейшие планы развития этой рекреационной зоны. С 2013 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется проект «Парки Подмосковья», основная задача которого – создать привлекательные, комфортные, а главное – безопасные условия для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Лесопарки – особая территория, которая требует более бережного подхода к экосистеме. Европейский опыт нам говорит о том, что есть современные конструктивные материалы, подходы, которые позволяют сделать, собственно говоря, все для того, чтобы человек оказался в комфортных условиях, но при этом не пострадал лесной экосистеме. Осенью этого года в Подмосковье должны быть открыты пять парков, которые входят в приоритетный проект. Благоустройство одного из них, Мытищинского, уже оценили жители округа, которые все чаще стали отдыхать в лесу рядом с чертой города. В выездном совещании приняли участие представители администрации МОСОБЛ леса и вице-спикер областной думы Никита Чаплин, которые обсудили дальнейшую организацию зоны отдыха. Категорически против асфальтовых дорог, я особенно сказал специалистам, потому что если это будут асфальтовые дороги, это будет не лес. Мы выбрали, посмотрели лучшие варианты. Как мне кажется, один из этих вариантов – это Грюнвохи, это лес внутри, в центре Берлина, и там гранитная крошка, гранитный отсев, так называемый. Дорожки с гранитной крошкой хорошо прижились и на столичных бульварах, и в парках. Да и цена у такого твердого покрытия намного привлекательнее, чем у асфальта. На совещании обсудили также вопросы безопасности не только экологической, но и посетителей лесопарка. Освещение вдоль прогулочных дорожек и камеры видеонаблюдения должны появиться уже в ближайшее время. В настоящий момент времени мы имеем четкий план график планируемых реализаций мероприятий. Я вижу, что все идет в соответствии с этим графиком. Будем надеяться, что уже в конце этого года наши люди, которые желают оказаться в нормальных цивилизованных условиях, получат именно те самые комфортные условия, чтобы они были безопасны. Одни радеют за экологию, нетронутый лес, другие, не вредя природе, мечтают отдыхать в цивилизованных условиях. Так или иначе, все проектные решения на начальном этапе и в дальнейшем будут согласовываться с мытищенцами, для которых уже сегодня границы города перестали заканчиваться перед некогда запрошенным лесным массивом. Дарья Ильинска, Денис Корнев, информационная программа «День». Детская площадка стала причиной конфликта между жителями многоэтажек, расположенных рядом, и дворниками, которые за ней ухаживают. Завсегдатой этой зоны отдыха посчитали, что уборка в последнее время выполняется некачественно. Оппоненты обиделись на замечание. Рассудить спор мытищенцы попросили моих коллег. Слово Надежде Звягинцевой. Детская площадка, расположенная на улице Юбилейной, между первым и вторым корпусами дома номер 3, не пустует даже днем. Вечером здесь так и вовсе яблоку негде упасть. Вот только находиться на ней теперь не очень приятно, делятся жители многоэтажек. В последнее время, считают они, дворники стали лениться. Раньше у нас убирались они лучше. Там бригадир всегда был с ними. Сейчас никакого бригадира нет уже давно. Ну, ребята кое-как уберутся. Ну, мусорки они уберут, мусор. А это все вот в кусты сметают. Сегодня вот они убирались, я здесь была, ругались с ними. Посмотрите, этот забор действительно не мешает покрасить. Краска облупилась, металл поржавел. А вот так выглядит детская площадка после того, как ее покинули дворники. Песок не собран в песочницу. В лучшем случае, говорят жители многоэтажек, дворники сметают его на газон, под скамейки или, например, под карусель. Вот он, песок весь здесь. Они его даже не заметают. То есть он, вот он, он никуда не девается. Либо он в песочнице грязный песок, либо он уходит вот под лавочки, если вы видите. Тут даже видно, что подметено, если вы подальше отойдете, будет видно, что песок просто разметает. За это опять же платятся деньги, за этот песок. Я понимаю, что детей не заставишь не выкидывать этот песок. Но при всей ситуации какое-то отношение должно быть человеческое. Люди получают за это зарплату то, что они здесь убираются. На газон или проезжую часть летит из-под метлы и мелкий бытовой мусор. Фантики, окурки, в траве и около бордюра их скопилось столько, что двор выглядит словно помойка. Неприятно видеть, когда вот такая вот везень. У нас дети, здесь очень много детей. В общем, так не убрато, это вообще плохо. И хотелось бы, чтобы уделили внимание нашему дому, чтобы было все хорошо. Жители многоэтажек попытались самостоятельно образумить дворников. Диалог не получился. Конфликт только разгорелся с новой силой. Была здесь такая конфликтная ситуация. Пригласили с управляющей компанией, пришел представитель, но он не конкретно мастер. Он говорит, нужно писать акты, заявления и под роспись отдавать конкретно мастеру. А они, вот то, что есть рабочие, они даже никакого внимания не подходим. А кто вы такие есть? Мытищенцы решили положить конфликту конец раз и навсегда и обратились к журналистам. Беседа обнажила и другие проблемы. Например, траву в этом году еще ни разу не косили, пожаловались жители многоэтажек. Траву не косят, опять же. То есть трава должна быть покушена была как минимум две недели назад. Трава не косится. И при этом еще в нее кидается мусор. Где искать правду, мы не знаем. Может, вы найдете эту правду. Дворники, работой которых недовольны эти мытищенцы, работают в лесопарковом хозяйстве. Редакция телеканала «Первый мытищенский» связалась с организацией. На известие о конфликте там отреагировали с пониманием. Видимо, нужно мне провести беседу с дворниками. То есть узнать причину конфликта, почему это произошло. И, конечно, будут виновники наказаны. А насчет уборки. Уборка производится каждый день. То есть лично я не вижу критической ситуации на данной площадке. И действительно, в этот день детская площадка и территория вокруг нее были приведены в порядок. Учтены и другие пожелания мытищенцев. Обратите внимание, трава уже скошена. Задержку специалист лесопаркового хозяйства объяснила так. Покос травы на детских площадках начинается в июне месяце. То есть сейчас еще было рано покосить траву, поэтому не была трава покошена. Но весна получилась одождливая, и трава очень быстро росла. Сейчас уже все покосили. Приступили и к покраске забора. Оказывается, во дворы с кистями и краской маляры также заходят в начале первого месяца лета. Поскольку в апреле-май основное внимание уделяют улицам города. Готовят их к празднованию первого мая и Дня Победы. Сейчас же, когда салюты отгремели, можно заняться рутиной. Рады, что конфликт улажен. И жители многоэтажек. Они познакомились со специалистами лесопаркового хозяйства поближе. И готовы в дальнейшем с ними сотрудничать. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Денис Петров. Информационная программа «День». В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева, более 42 тысяч пенсионеров городского округа Мытищи получили компенсацию за обращение с ТЭКО на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Всем федеральным и региональным льготникам компенсация предоставляется в полном объеме в рамках оплаты за коммунальные услуги. Напомню, ежемесячная компенсация расходов по оплате за обращение с ТЭКО предоставляется неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет в размере 30%, от 70 до 80 лет в размере 50%, старше 80 лет – 100%. Льгота носит без заявительный характер и предоставляется на платежи за площадь жилого помещения в рамках установленного в Московской области стандарта. Если льготник по какой-либо причине не получал до настоящего времени никаких выплат, ему необходимо обратиться в Мытищинское управление социальной защиты или многофункциональный центр. Для получения выплаты потребуется предоставить следующие документы. Заявление с указанием способа получения компенсации, документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя. Мытищинское управление социальной защиты населения находится по адресу Новомытищинский проспект, дом 82, корпус 7, работает с понедельника по субботу с 8 до 20.00. Подробности по телефону 8-495-502-70-80. Смотрите во второй части выпуска сразу после блока социальной рекламы. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу продолжает серию семинаров для операторов, предоставляющих услуги интернета и телефонии. Услуги надо оказывать в соответствии с законодательством. День бесплатной юридической помощи прошел в округе. Все желающие могли получить консультацию по вопросам защиты права собственности на объекты недвижимости. Время бросать курить. 31 мая – Всемирный день без табака. Сегодня бросаете курить, правильно? Да. Вручай, кстати. Спасибо. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Стоп. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд – и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно. А иллюзия опоры создается. Продолжение следует. Специалисты Роскомнадзора по Центральному федеральному округу провели семинар для операторов, предоставляющих услуги интернет и телефонии. Речь на встрече шла о новейших системах и методах блокировки запрещенных интернет-ресурсов. Во дворце культуры Яуза собрались представители Северо-Подмосковья. Подробности далее. Как обезопасить пользователей интернета от выедоносного контента и сайтов террористической направленности? Этот вопрос каждый из интернет-провайдеров должен держать на постоянном контроле. Операторы связи должны ограждать своих абонентов от сомнительных адресов, блокируя возможность доступа к таким ресурсам с помощью специальных систем фильтрации. Контроль за исполнением законодательства операторам связи Роскомнадзор ведет как в плановом порядке, так и в ходе внеплановых мероприятий и систематических наблюдений. У нас на территории Москвы и Московской области, мы как бы, как правило, оператор, который оказывает услуги в Московской области, он оказывает и в Москве, как правило. Вот поэтому мы не их разделяем. У нас порядка 1200 таких операторов связи. Из них проблемные, которые, ну, некачественно блокируют, всего лишь, ну, до 10 операторов связи у нас получается. То есть это довольно-таки хорошая цифра, скажем, хороший показатель. Но с этими операторами мы проводим профилактическую работу обязательно. Но если есть необходимость, то, конечно, и принимаем меры пресекательного характера. От этого никуда не денешься. То есть все-таки услуги надо оказывать в соответствии с законодательством. Помогает в этой работе программно-аппаратный комплекс для мониторинга доступа к запрещенным сайтам «Ревизор». Специальная программа отслеживает блокировку провайдерами запрещенных ресурсов в интернете. За неисполнение обязанностей по блокировке операторам грозят штрафы, сумма которых исчисляется сотнями тысяч рублей. К слову, по итогам 2018 года наложено административных взысканий на сумму свыше 34 миллионов рублей. Операторы связи понимают, что их качественные услуги, которые они оказывают абонентам, именно показатель такой, остается у него абонент или нет. То есть сейчас возможностей очень много. Абонент всегда может уйти к другому оператору связи. И оператор заинтересован, чтобы абонент оставался у него. Это, соответственно, стабильные денежки, стабильное развитие сети. Поэтому эта система позволяет увидеть заранее, что у абонента есть какие-то проблемы. Либо даже на оборудовании абонента, если завирусован компьютер или еще что-то проблемы. И уже тогда оператор связи сам предлагает абоненту, что он может подойти, настроить и так далее. То есть именно идет забота об абоненте. Блокировка вредоносных сайтов – это одна из тем, которые поднимались в ходе семинара. Слушателям также рассказали о формах предоставления отчетности федеральной органы исполнительной власти и сроках подачи таких документов. В следующий раз семинар состоится в Коломне. Чтобы встреча прошла также продуктивно, заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу призвал участников встречи заранее обозначать темы для обсуждения. Тогда разговор будет еще более продуктивным. Юлия Федериненко, Денис Петров, информационная программа «День». 31 мая – профессиональный праздник работников адвокатуры. Матищинские специалисты в области права в этот день принимают не только поздравления, но и дают бесплатные консультации. Сегодня в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи они провели прием граждан и ответили на все поступившие вопросы по теме защита права собственности объектов недвижимости от А до Я. Консультации по тем или иным вопросам в Едином Центре оказание квалифицированной помощи дают с понедельника по пятницу. Но сегодня особый повод – Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Он проходит ежеквартально. В этот раз прием ведется по теме защита права собственности объектов недвижимости от А до Я. Обращается к нам много людей. Сейчас уже мы видим положительную динамику после проведенных ранее вот этих единых дней бесплатной помощи, потому что люди более информированы, люди знают куда обратиться, кому обратиться, что спросить. Мы считаем, что это большой плюс в той работе, которую мы провели ранее. Большую поддержку нам оказала администрация города Матищи по информированию жителей. Данная информация размещена и на сайте администрации, и в печатных изданиях, и в электронных изданиях, и в Инстаграм. Поэтому все доступно, можно посмотреть и узнать. Подобный формат пользуется большой популярностью у горожан. Только с начала этого года за консультацией обратились свыше 100 человек, и каждый из них получил квалифицированную помощь. Уже во второй раз на приеме Вера Мельникова она уверена, эти адвокаты с легкостью смогут решить еще одну ее проблему. Я случайно увидела телефон, по нему позвонила, вот к человеку обратилась, к юристу, к адвокату, да. Я получила, да, квалифицированную помощь, получила информацию, как мне действовать сначала, чтобы перед тем, как пойти в суд. Надо же сначала документы какие-то получить на руки, официальные ответы от администрации, а потом на основании этих документов идти уже в суд обращаться. И в первый, и во второй раз Матищенке необходима помощь в вопросах недвижимости. Самым популярным на сегодняшний день является признание права собственности на земельный участок в порядке приватизации. Кто же имеет право на приватизацию земельного участка? Что это такое? Это бесплатное получение земельного участка в собственность граждан. Имеет право собственник жилого дома, либо доли жилого дома обратиться с заявлением в администрацию и получить земельный участок. В случае отказа стороны обращаются в суд. Для этого необходимо, чтобы собственность была зарегистрирована в органах Росреестра. И право возникло до введения в действие земельного кодекса. На специфику обращений влияют не только различные нормативные акты и законы, вступающие в силу, но и особенности местоположения нашего муниципалитета. С учетом того, что значительную часть городского округа Матищи занимают водохранилища, необходимо помнить об ограничениях по возведению жилья в границах водоохранной зоны. Большинство граждан без разрешения самовольно строят, причем это каждое третье дело, каждый третий случай. Потому что граждане не осведомлены разрешительной документацией, самовольно возводят жилые дома и считают, раз они являются собственниками земельного участка, имеют право. 31 мая не только Всероссийский день бесплатной юридической помощи, но и профессиональный праздник адвокатов. Так что специалистам единого центра представилась возможность еще и поздравить с этой датой своих коллег. Хочу поздравить всех коллег, с которыми мы работали, с которыми мы пересекались в судах, с которыми мы просто дружим уже на протяжении многих лет. Поздравляю вас, уважаемые коллеги, с нашим профессиональным праздником. Я желаю вам успехов, я желаю вам побед, я желаю вам эмоционального невыгорания в нашей тяжелой работе. Всех благ. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем мытищинцам быть подкованными в юридических вопросах и не упускать возможности получить правильный бесплатный совет. Юлия Федориненко, Денис Петров, информационная программа «День». В мытищах состоялась очередная конференция в рамках программы «Школа педиатра». Главными спикерами встречи стали Несо Одинаева, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, а также Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии Моники. Современные методы работы и клинические рекомендации – вот главные темы конференции. Подмосковные чтения, клинические рекомендации и протоколы в практике врача-педиатра. Конференция с таким названием состоялась в актовом зале МГКБ. Школа педиатра проходит в регионе каждый месяц. В апреле специалисты посетили Люберцы, а на этот раз мытищим. Сегодня на школе будут освещаться вопросы антибиотикорезистентности. Это очень большая проблема. Вопросы правильного назначения антибиотиков. Актуальные вопросы гематологии в практике педиатра. Сейчас весна, впереди лето. Вопросы аллергии, которые сейчас имеют очень большое значение. В школу приглашаются ведущие спикеры, эксперты в области медицины, профессора и доктора наук. Их задача – поделиться опытом и современными тенденциями в практике педиатра, чтобы оптимизировать медицинскую помощь, направленную на снижение заболеваемости и смертности среди детей. Мы очень плодотворно сотрудничаем вообще с Московской областью и, в частности, с Матищинской городской клинической больницей. И это сотрудничество у нас проходит как в образовательном плане, как сегодня мы участвуем в этой школе, потому что хотим донести все современные рекомендации по целому ряду вопросов, чтобы доктора наши знали, что сегодня делается в стране, в мире и, так сказать, как развивается медицина. В современном мире диктует новые правила. Врачи должны следить за всеми новинками и применять их в работе во благо пациентов. На сегодняшний день медицина выходит на уровень доказательности медицины. И поэтому мы хотим, чтобы врачи использовали наиболее известные, наиболее опробированные, наиболее успешные технологии в лечении пациентов. И наша цель – донести это как раз практическим врачам. Следующая школа педиатров пройдет в городском округе Балашиха. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День». Отказаться от табака тем, кто некогда пристрастился к нему, предлагали медики сегодня, 31 мая. За здоровый образ жизни голосовали в этот день и посетители Матищинской поликлиники номер 2. Своеобразный час «Х» определила Всемирная организация здравоохранения более 30 лет назад. Табакокурение – причина сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний, а также способствует возникновению злокачественных опухолей. Дата, отмеченная в календаре, привлечет внимание к проблеме, считают специалисты. Так ли это, знает Надежда Звягинцева. Вот такая встреча ждала сегодня, 31 мая, посетители поликлиники номер 2. В этот день Всемирная организация здравоохранения предлагает всем курильщикам отказаться от табака. Матищинские медики по традиции отмечают эту дату весело и, разумеется, с пользой. Сегодня активно позиционируем, как освободить свою дыхательную систему от табака. Предлагаем инструментальное обследование в виде смакелайзеров, для того, чтобы посмотреть, содержание какой же углекислоты в выдыхаемом воздухе. Для того, чтобы хотя бы сегодня задуматься о том, как жить дальше. Согласно статистике, 40% россиян курят табак. Между тем, эта привычка способствует развитию сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онкологических заболеваний, считают специалисты. Отказаться от сигарет никогда не поздно. Подбадривают матищинские медики своих потенциальных пациентов. И в награду за оставленную пачку дают зеленое, к слову, наиболее полезное яблоко. Сегодня бросаете курить, правильно? Да. Вручай, спасибо. Спасибо. Сегодня, пройдя экспресс-обследование с помощью специальных инструментов, смокелайзера и спирометра, многие курильщики задумались о своем здоровье. Конечно, отказаться от табака без поддержки специалистов под силу далеко не всем. Поэтому всех, кто решил бороться с этой привычкой, ждут в Центре здоровья. Любой желающий бросить курить может обратиться к нам в Центр здоровья по улице Юбилейный, дом 26, при поликлинике номер 2. И мы там окажем посильную помощь, на самом деле, медицинскую помощь в плане отказа от курения. Так мытищенка Людмила Степанова отказалась от табака много лет назад. Об этом женщина ни разу не пожалела. Напротив, предлагает всем последовать ее примеру. Не курите, пожалуйста, потому что это очень вредно. А когда не куришь и не пьешь, и здоровье хорошее, и выглядишь хорошо. Вот сколько мне дадите? Вот, пожалуйста. Ой, это я... Ну, скажите. Сложно. Ну, давайте, 5. Сколько? 34 даю. 35. Нет, по-честному. Честно, 42. Нет, нет. 5. Знаете, сколько? 50. 82. Вот так. Ура! Разумеется, 31 мая – не единственный день в году, когда можно отказаться от табака. Сегодня все чаще россияне и жители других стран мира откладывают сигареты в сторону и голосуют за здоровый образ жизни. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин. Информационная программа «Дни». Символический ключ от летнего лагеря «Созвездие». Вручен учащимся 17-й гимназии. Почти 100 учеников проведут первый месяц лета в своей школе как хозяева. За это время им предстоит пройти насыщенную познавательную программу, к которой они готовятся с большим интересом. Сергей Берзин продолжит. Что такое летний лагерь в школе? В первую очередь, это постоянное общение с друзьями и много увлекательных дел. В учебных классах необычайно тихо, но по соседству игра в самом разгаре. И первое, что бросается в глаза – разноцветие галстуков. Дети в них больше похожи на цветы. И таковы правила этой игры. Дети, которые поступают к нам вновь в наш лагерь, они уже знают, что, допустим, желтый цвет – это вот такой-то отряд. Дети не потеряются, они сразу найдут и своего воспитателя, и своих друзей по вот такому опознавательному знаку. Это интересно, и дети в это играют. Одноклассники и новые друзья ближе узнают друг друга. Ведь у них столько общих проектов по интересам. Детей мы стараемся здесь развить, показать им различные мероприятия. Дети наши участвуют не только в учебных каких-то мероприятиях, но и различные познавательные мероприятия. Это и поиск клада, это и цирковые различные программы, которые к нам сюда приезжают. Это и театры, это и конкурсы, и веселые старты. Программа у нас обширная, и дети с удовольствием к нам сюда приходят, и уже не первый год. Да, бездельничать не придется. Да и кому захочется тратить столь ценное летнее время на ничего не делание? Летний лагерь – это площадка для выдумщиков и не посед. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». В эти дни поздравления принимает первый человек, вышедший в открытый космос. Легендарный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Ему исполняется 85 лет. С днем рождения летчика-испытателя из открытого космоса поздравили Олег Каноненко и Алексей Овчинин. Олег Каноненко и Алексей Овчинин из открытого космоса поздравили с днем рождения легендарного российского космонавта Алексея Леонова. Ему исполнилось 85 лет. Он первый человек, побывавший в открытом космосе. Было это в 65-м. Выход длился 12 минут 9 секунд. При этом скафандр космонавта раздулся. Чтобы вернуться на корабль, ему пришлось снизить давление в скафандре. Алексей Леонов также участвовал в первом совместном полёте двух кораблей в рамках программы «Союз Аполлон», которая прошла в 75-м. А за 4 года до этого избежал гибели во время посадки спускаемого аппарата, поскольку в космос полетел не его экипаж, а дублёры. Леонов также проявил себя как художник. Он участвовал в создании почтовых марок на космическую тему. В свет вышли несколько серий. Почтовые марки посвящали и ему самому. Ну а Каноненко и Овчинин после поздравлений занялись техническим обслуживанием орбитальной станции. Они также провели несколько научных экспериментов. Для Каноненко это уже пятый выход в открытый космос. Овчинин совершил его впервые. На сегодня это всё. Ещё больше информации на сайте Первого Матищенского. Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристёгиваться. А ремнём или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро всё схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребёнка можете обеспечить только вы? Зачем мне нужно сортировать мусор и выбрасывать его в разные контейнеры? Потому что пришло время задуматься о будущем. Сейчас весь мусор без разбора сбрасывается в один мусорный бак. Отходы превращаются в одну большую кучу. Появляется неприятный запах. А вокруг городов растут огромные свалки, которые мешают жить и портят экологию. Но уже сегодня Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора «Два бака», цель которого – улучшить экологическую обстановку. Во дворе установят два контейнера. Синего цвета с бутылкой – он предназначен для сбора сухих отходов. Второй – серого цвета с бананом – для смешанных отходов. Сортировка мусора снизит объём и количество мусорных свалок в два с половиной раза. Сортируя мусор сейчас, мы помогаем спасти нашу экологию. «Два бака – одно чистое Подмосковье». «Два бака – одно чистое Подмосковье» «Два бака – одно чистое Подмосковье» Не став в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдёт электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишь с двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращение». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготку. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на офицерном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Субтитры подогнал «Симон»